Ольга, наконец-то и я могу засвидетельствовать. Сегодня утром одна сестричка, благодарю ее, благословила нас деньгами, которые мы должны были. Спасибо, отец! Когда мы с тобой на высоте, ты восполняешь все нужды наши. Эльвира, у меня уже больше года носоглотки образовалось какое-то слизистое загустение, которое закрывало мое дыхание и постоянно побуждало сглотнуть, но никак не удавалось. Короче, на этом месте образовалась слизистая масса, которая распространилась на бронхи, на легкие, на желудок. Я с трудом дышала. На ночь ставила себе стакан с водой, чтобы сплевывать всю эту слизь, которая постоянно накапливалась во рту. Это было очень неприятно. Не хочу еще более подробно вдаваться. Сегодня ночью, когда я снова находилась в этом состоянии, я опять молилась, но не так, как обычно. Я осознала, кто я, и что ранами Иисуса я исцелена. Я сын, верой Бога, повелевала ложным симптомам убираться прочь из храма Духа Святого. И в тот же момент образовалась такая сухость во рту, стало так легко дышать. Все дыхательные пути очистились. Я легко смогла дышать. Я пришла в такой восторг, что просто не могла уснуть. Такая благодарность была к отцу, к Андрее и Оле. Я в духе слышала пение Андрея на языках, и я пела с ним. Ольга, слава, слава, слава отцу! Сегодня в утреннем эфире Оля получила знание, что слизь освободила все дыхательные пути. Они очистились. Это было подтверждение тому, что у меня произошло. И Андрей еще сказал, что одышка прошла. Я каждый день хожу один час гулять и поднимаюсь по ступенькам на третий этаж. Сегодня без задышки. Спасибо огромное вам, драгоценные Андрей и Оля. Очень люблю вас и благословляю! Владимир, сегодня снова пришли финансы на карту. Слава папе! Татьяна, величайшее свидетельство Божьей славы! Ровно два месяца назад сын маминой подруги слетел с дороги в Сочи. Водитель погиб, а он остался жив. Я разослала всем о поддержке в ходатайстве. Сейчас он дома, в Ростове. Его через несколько недель уже выписали. Сейчас ходит с тростью. Восстановление быстрое. Слава отцу за любовь его к нам, что дает видеть нам нетление. Надежда! Дорогие и любимые братья и сестры! Хочу поделиться свидетельством. Просила молиться за моего сына, за его работу. И слава Богу! И большая благодарность всем, кто молился. Вопрос решен. Мой сын может снова работать. Я преломляю и раздаю это благословение. Пусть нескончаемый поток обеспечения изливается на всех. Огромное спасибо нашему папочке! Аноним. Просила Ходатаева помолиться за отца. Ему 70 лет. Температура держится более двух месяцев. А два дня держалась температура 40 градусов. Включала записи Андрея. И чудо! Температура понизилась до 37 дней. Сегодня. Верю, что выздоровеет полностью. Благодарю Ходатаев и Андрея за благое служение человечеству. Елена. А у меня свидетельство. Сегодня ко мне в гости пришла сноха и принесла продукты. Хлеб, мармелад, пиццу и чай в пакетиках. Две кружки. Доску разделочную. Глубокий пластиковый тазик для кухни. Как раз для замешивания теста. Как говорится, будь верена в малом. Дастся большее. Благодарю тебя, папочка. Евангелина. Моя дочка, кроме своей дочурки, по доверенности вывозит еще чужих деток. Очень устала, не спала. Внучка стала капризничать, плакать. Пошла духом, на руки взяла, убаюкала. Через 10 минут дочь пишет и фото прислала. Спит моя принцесса с куколкой, что я ей в дорогу дала. Долго на границе стояли. Снова пошла духом. Проехали. Но другой снова прошла за 30 минут контроль. До места отправки на Португалию должна была ехать стоя. Не было мест. Снова пошла духом. Позвонила дочка. Ехали сидя. Все целы и здоровы. А пирожков им в дорогу три ящика принесли. Это потому, что наш пастор нас пирожочками называет. И деньги снова дочке на карту пришли. 12 тысяч гривен. Слава отцу! Впереди еще долгий путь и границы. Но бомбы с неба уже не падают. Аллилуйя! Слава отцу! Ольга, я смотрела утренний эфир в записи. И Андрей зачитывал свидетельство одной женщины, что она у себя дома попросила в духе Андрея помолиться за ее нужды. И слышит, как пастор в эфире их озвучил. И я тут же попросила Андрея помолиться именно за мои. Конкретно за мои. И ушам своим не поверила, когда он их все озвучил. Это все в записи. Велики дела Господни и пастора Андрея. Чудеса! Инга! Дорогие! Свидетельствую! Вчера у меня списались с карты 20 тысяч рублей. Но не зачислились на другую карту. В банке сказали, что они должны вернуться в течение трех дней. Сегодня на утренней молитве пастор молился за финансы и высвобождал помазание на банковские карточки. После этого мне вернулись мои 20 тысяч. И позже еще пришли 50 тысяч рублей. Слава отцу! Аллилуйя! Наталья! Захожу в Сбербанк онлайн посмотреть, а мне на карту пришли 777 рублей от какой-то Любы. Вот мелочь, а настолько приятно! Для меня осязаемый знак, что отец служит мне в этой сфере. Яна! Сегодня с детьми и внуками ездили в другой город за покупками. Вечером дочь обнаружила, что пакета с новыми детскими вещами нет. Мы их оставили в другом городе. В это время мы с мужем шли по улице, забыв, что мы не дома. Я громко стала высвобождать ангелов, разобраться, найти и сохранить вещи. Через некоторое время звонит дочка и говорит, что зять дозвонился до администратора того центра и вещи на месте. Отец! Ты такой отец! Спасибо ангелам, которые подчиняются голосу сына и выполняют свою роль. Огромнейшее спасибо нашим пасторам, что учат нас жить в нетленном, сверхъестественном, где все работает. Элина! На этой неделе, на утренней молитве, пастор Андрей высвобождал слово о росте финансов. И у меня два свидетельства. На карту сын перечислил сумму, вдвое большую, чем мне надо было. И сегодня была сделка по недвижимости, и я получила свой процент. Слава отцу! Ирина! Несколько дней назад, в утренней молитве, пастор Андрей высвободил слово знания о нормализации веса. Я приняла это для своей мамы. Она резко набрала вес и много после приема гормональных препаратов. Помимо этого, делала за нее заместительное причастие, чтобы у нее ушли страхи за нашу семью и за то, что вообще происходит. Вчера я звонила ей, чтобы сказать, что у нас все хорошо. И мама сказала, что страхи ушли. Панические атаки и бессонница прекратились. Нормальный сон уже три дня. Начала заниматься рассадой для цветов и что-то делать по дому. И еще супер новость! Потеряла 12 килограмм веса. Слава отцу! Она так рада всему этому! Я ей аудиозаписи утренних молитв пересылаю, и она их слушает с удовольствием. И слушает молитвы пастора Андрея на канале Молитв. Пастор, благодарим вас всей семьей за все, за все! Мила сегодня утром позвонила своей мамочке в Минск, а у нее поднялось давление, и она одна, а таблеток не было. Сказала ей, чтобы она приготовила преломление и положила руку себе на голову, понимая, что это рука отца. Во время молитвы она увидела отца, стоящего рядом и положившего руку на ее голову. Все симптомы сразу ушли. Маме 85 лет. Также несколько дней назад Бог полностью исцелил ее от всех последствий после перелома бедренной кости. Это вообще чудо великое! Слава отцу! Спасибо, пастор, за все ваши учения! Екатерина, я здесь совсем недавно, решила тоже написать свидетельство. На днях после эфира Андрея и Ольги я вышла на рынок за луком. Лук не нашла, но пришла домой с яблоками и с плюсом в кошельке. Встретила родственников, которые торгуют на рынке. Подарили ребенку денежку и яблоки. Нашла дефицитный сейчас продукт. Еще и по замечательной цене. И теперь в этом маленьком городке, где я сейчас нахожусь, проблем с этим продуктом нет. А два дня назад в эфире молились за исцеление желез. У мужа в этот период вышел ячмень. Сейчас глаз уже здоров. И еще много разных, вроде мелочей, но таких приятных и нужных. Вот такие чудеса! Ольга, моей соседке 82 года, и она не перестает меня удивлять. Вчера у нее заболел сустав на руке. Я предложила помолиться. Она с радостью согласилась. И после молитвы говорит. Ты слышишь, рука? Ты совершенно здорова. И через минутку боль ушла. Так я тоже могу приказывать. Все. Тема нетления. Это теперь и моя тема. Вот так. Слава отцу! Марина. Прошел вальгус на одной ноге, а второй уменьшился, и пока есть. Зато прошел вдовий холмик. Спасибо. Людмила. Вчера до эфира на верхней губе назревал герпес, а после эфира никаких признаков. Белла. После молитвы за позвоночник. Аллилуйя! Позвоночник вытянулся, плечи расправились, пришла легкость в суставы и позвоночник. Елена. Выравнивается безымянный палец. Был артрит 10 лет. Светлана. Прошла заложенность носа. Вчера трудно было дышать. Сейчас все чисто, свободно. Наталья. После вчерашнего эфира стали уходить симптомы головокружения через выход слизи и кашля. Аллилуйя! Светлана. Вчера было такое устройство. Заключила договор на газ. Было такое устройство, как в нужное время и нужный час. Зарина. После эфира в четверг ушла боль в шее, а вчера была нужда в финансах и неожиданно пришла премия. Аллилуйя! Спасибо, папочка! Оксана. Перестал болеть зуб. Аноним. Вчера после эфира пришли неожиданно 5 тысяч рублей. Аллилуйя! Слава папочке! Наталья. Внизу болел живот. Пару лет начала смотреть ваши эфиры с 9 марта. И как снова начинал болеть живот, я пересматривала эфир и теперь уже не болит. Слава Господу! Спасибо, что вы есть. Анна. У меня тоже. Перестали выпадать волосы. Спасибо. Аноним. Ушел под кожный чирь. Вчера во время утренней молитвы. Аллилуйя! Наталья. Вчера пришел аванс. И больше. На 2400 рублей больше. Аллилуйя! Дарья. Я и мой муж лежали 14 дней с пневмонией дыхательных путей. От ваших молитв здесь нам становилось лучше и лучше. Сейчас мы уже ходим, гулять. Спасибо большое! Оля и пастор Андрей. Аноним. Неожиданно принесли продукты в честь праздника. Ольга. Я тоже вчера получила аванс больше, чем обычно. Наталья. Приняла слово от Бога, что я деятель. Приняла с радостью. Бизнес течет рекой. У всех плохо, а у нас нет проблем. Аллилуйя! Аноним. Появились заказы, на которые уже и не рассчитывала. Аноним. Пришли 10 тысяч. Лилия. Когда Олечка начала молиться за девочек, из меня вышел рев и стало легче. Анастасия. Вчера вечером начинала болеть голова, как начинается простуда. Пока шел эфир, все ощущения прошли. Аллилуйя! Анна. Когда вы молились за финансы, я просила у Господа финансы для нас с дочерью. И вдруг дочери пришли финансы 71 тысяча с налоговой. Хотя они должны прийти на 3 месяца позже. Галина. С вечера не включался ноутбук. Попросила технических ангелов к утру включить. И утром ноутбук включился. Во время молитв постоянно идет освобождение от всего того, что не Бог насадил. Аноним. Драгоценные. Вчера пришло 10 тысяч тенге. Благословения идут постоянно. Аноним. У меня было удушающий кашель, а вчера получила свободу через кашли и рвоты. Слава отцу! Спасибо, мои родные! Аноним. При оформлении социального контракта должны были дать определенную сумму на оборудование для бизнеса. Но цены повысились в два раза. Но Господь усмотрел, что муж все купил по старой цене. Аноним. У мужа увеличилось число продаж. Дети исцелились от чего-то простудного или вирусного за три дня. У мамули что-то было с правым ухом. На время пропадал слух. А сейчас слышит Аллилуйя! Слава отцу! Аноним. Вчера неожиданно мне на следующие 10 дней повысили зарплату на треть. Аллилуйя! Аноним. С началом утренних молитв отношения с мужем улучшились. Началась романтика, нежность, как 35 лет назад. Мы счастливы снова. Аноним. Вчера муж без повода пришел с цветами. Аноним. Ушел шум в голове. Аноним. В мозгу горячо и какое-то движение. Аноним. Ушел шум в ухе левом. Спасибо тебе, отец. Наталья. У меня голова прошла, всю ночь болела сквозь сон. Аноним. Моя пятка исцелена. Аллилуйя! Лариса. Спасибо, папа. Боль из уха ушла. Марина. Варикоз стал меньше. Людмила. Двое суток была невралгия в голове. Всю ночь стреляла. Сейчас не болит. Татьяна. Был ушиб колена. Боль ушла. Колено исцелилось. Аллилуйя! Евангелина. Во время утреннего эфира, как только он начался, прилетела горлица за окошком, ворковать стала. А Оля словознание высвободила, что у кого-то боль между бровями во лбу проходит. Это я была. Боль прошла. Слава отцу! А мой кот всегда приходит, когда эфир утренний идет, ложится между мной и экраном, лапы все четыре вверх и мурлычет. А когда я причастие принимаю, он на табуретку запрыгивает и тоже смотрит. Андрей, ты даже для котов успокоительная. Спасибо тебе и Оле! Нина, сегодня поднявшись утром на молитву, я поняла, что со мной что-то не так. В глазах темнело, все кружилось, сердце крутилось, хотелось скорее лечь, потому что казалось, что пришел конец. Надо было чем-то противостать, но голова стала тяжелая и ничего не получалось собрать кучу. Добралась до дивана, легла. И что дальше? Все, что у меня получилось, рассмеяться. Сначала тихонько, потом громче и все, как будто ничего не было. Стало легко, так хорошо помолилась, так легко, и тот час рухнули все декорации. Декорации от слова декор, а мне так хотелось написать декорации через и, как какую-то дикость, которая подкинул мне враг, как наживку. Спасибо, отец, радость перед лицом Твоим. Это сила. Я буду воспевать Твою силу, провозглашать милость Твою. Ты Бог заступник мой, Бог милующий меня, Господь Мессия, Иешуа. Аноним. Халилюя, спасибо вам, вы меня внук подняли, от вас изошла сегодня энергия, которую мне подарил отец. Аноним. Вчера заболело горло, повязала платочек, он был на молитве, через время боль ушла. Ирина. Вчера проснулась два ночи от приступа тихокардии, слушала записи молитв, все прошло, слава отцу. Мария. Мне в субботу пациенты чаевые подкинули, казалось бы, 500 рублей это немного, но очень приятно. Евдокия. С тех пор, как начались утренние молитвы, ушел навсегда кашель, как врач говорил, это из-за щитовидки. Эльвира. Два года было какое-то красное пятно на лбу, никакие мази не помогали, и вот начались утренние молитвы. Раиса. Свидетельство исцеления кишечника. Спасибо папочке. Аноним. Сегодня переслушивала воскресный эфир. Ушла боль из позвоночника нижнего отдела. Болела несколько месяцев. Аноним. Заболела гриппом. С вами выздоравливаю. Без медикаментозно. Легко. Зинаида. За время утренних эфиров исцелились десна, кровотечения уже редко, и зубы укрепились. Светлана. Вчера мама после утренней молитвы побежала, а ведь еле ходила без трости, переваливаясь. Валентина. Нетление в действии проявляется. Второй день выхожу на пробежку утром. Силы прибавились. Большой приток радости. Тело как в молодости просит разминки. Аллилуйя! Аноним. До начала утренних молитв внутри стала болеть правое колено. Как будто червяк там что-то выигрывает. Каждый день я принимала исцеление с причастием и сегодня я проснулась болей нет. Слава отцу! Спасибо! Аноним. Вчера проснулась на молитву с признаками ангины. Головная боль, боль горла. Вышла на молитву. До обеда утверждала в разуме, что я дух животворящий, септомы ложь. Результат я здорова. Аноним. Истолилось ухо у дочери. Принимала причастие во время эфира. Аноним. Вчера неожиданно получила финансовое благословение от сестры в церкви. Слава отцу! Аноним. Вчера вечером поднялось давление. Было плохо. Начала провозглашаю зеркало славы и практически сразу давление пришло в норму. Лара. Вчера была в зуме, пока шел эфир. Позвонили по объявлению и муж продал вещицу одну. Неожиданно и приятно. Татьяна. Андрей. Вчера мой муж принял причастие. Он мусульманин. Аноним. Дорогие любимые, именно в это время продался старый дом и одновременно оформила регистрацию новой царской квартиры. Скоро построится. И слава отцу была разорвана небожья душевная связь. Аноним. После эфиров у меня тоже прошли сильные боли в животе. Раньше, когда месячные были, всегда сильно болел. Живот болел. Ольга. Спасибо за молитвы. Вчера приходили сестрички. Они так меня очень сильно благословили. Это только начало. Обеспечение течет. Аноним. Мой муж тоже принял причастие. Бывший мусульманин. Слушает со мной уже седьмой день утренние молитвы. Светлана. Вчера порезала палец. Помолилась за пять минут до пореза. И все прошло. А кровь струилась. А сегодня ничего нет. Слава отцу! Славы полна вся земля! Камила. Мы две недели как слушаем вас. И тут же пошел финансовый прорыв. Исцеление! Спасибо Господу! этот поток не заканчивается. Антонина. Из глаз течет густой лей вместо слез. Наталья. Обалдеть! Вижу четко! Было два с половиной. Славлю тебя, папочка! Печатаю без очков. Галина. Спасибо большое! Боль ушла в области кишечника. Зрение улучшилось. Печатаю без очков. Ирина. Пальцы рук не сгибались. По утрам приходилось разминать. Болели долго. Вчера заметила, что руки легкие, нет боли. Так незаметно пришло исцеление. Аллилуйя! Аноним. Свят, свят, свят Господь Саваов! И вся земля полна славы твоей. Вижу хорошо вдаль. Людмила. Благодарю папочку. Зрение улучшилось. Таисия. Качает из стороны в сторону. Ушла боль в животе. Мой котик постоянно слушает вас. Ложится на телефон и засыпает. Марина. Зрение стало лучше. Печатаю без очков. Аллилуйя! Гульнара. Мой позвоночник по слову вытянулся и что-то хрустнуло. Аноним. Меня прорвало. Пошли песни, смех, радость, танцы. Наталья. Всю ночь не могла уснуть, а встала бодрая. Это какой-то переход. Мила. Вчера был микроинсульт. Онемела вся левая сторона и язык. Ходота и любимые молились. Сейчас состояние улучшилось, но оставалось онемение рук и ноги. Сейчас онемение рук ушло. Аноним. У меня позвоночник вытянулся и стал гибким. Спасибо, отец. Ажар. Меня вчера мои сыновья благословили финансами, которыми я делюсь, преломляю, умножаю и раздаю. Галина. Пришла радость. Светлана. У сына ему 22 года. В январе повторились два дня подряд панические атаки. Сжимала грудную клетку и трудно было дышать. Отправила просьбу в купальню. До сих пор не повторилась. Спасибо, папе и ходатаем. Евангелина. Несколько дней назад о стремительно падавшем на меня известий, мое самочувствие ухудшилось. Мышцы как будто оскокожились и болели. Ночью я лежала и слушала голос. Он тихо проговорил «Подойди к окну». Я подумала, что это почудилось, но он снова повторил тоже. Я подошла к окну. Прямо передо мной была огромная красная луна. Город светился приглушенными огнями. Было спокойно. Голос произнес «Для тебя война закончилась». Включилось созерцание и я увидела бегущие на бешеной скорости перепрыгивающие препятствия спортсмена. Голос продолжал «Этот спортсмен ты. Ты все преодолеешь». На следующий день известия снова стали приходить, на которые нужно было реагировать молниеносно. Было давление на мое сознание. Сегодня во время эфира снова прилетела горлица за окошком и стала ворковать. В это время Андрей говорил, что кому-то из-за плохих известий плохо. Помазание потекло, мышцы расслабились, по телу разлился жар, прекратилось жжение в животе, просветлело в голове, пришла нега, шевелиться не хотелось, пришел любимый невероятный мир. Спасибо, Андрей, слава отцу! Елена позавчера во время утренней молитвы, когда было слово об освобождении от пластин и шурупов теле, начала молиться за пока неверующую подругу. Почти год назад у нее был сложный перелом ноги и до сих пор пальцы ног не разгибались. Позже мы созвонились и она мне рассказывает, что встала утром и не включая свет пошла в другую комнату и вдруг вот что-то наступило очень мягкое и теплое, при этом нога нагрелась и пальцы ног расслабились и стали чувствительны. Ключи свет она долго искала, что это было. К слову, в доме две кошки. Когда я ей рассказала, во что она наступила и отчего нога расслабилась, мы долго смеялись. Аллилюя, папочка! Татьяна У меня свидетельство славы отца. Зрение улучшилось, было три с половиной, сейчас пишу и читаю без очков. Второе свидетельство Внучке два года. За выходные появился сильный насморк. Не хотели сегодня везти в садик, но высвободила на нее животворящую силу сына. Утром у внучки нет никакого насморка. Мама увела его в садик. Благодарю отца за его огромное помазание для каждого нетленного любимца моей большой Божьей семьи. Спасибо, любимые Оля и Андрей, за такие потрясающие откровения отца в нашу жизнь. Лариса после сегодняшнего зума с пастором читала без очков. Четкости не было, но я все читала и радовалась, а сейчас пишу и еще лучше вижу. Я так рада. Анна, хочу тоже засвидетельствовать. Меня очень много лет беспокоили судороги в ночах, в ногах по ночам. 6 марта на домашней группе, когда за меня молилась одна сестра, увидела у меня на ногах галоши. Затем я их сняла и мне одели белые туфельки. В один день на утренней молитве зачитали много свидетельств про судороги в ногах и тут меня осенило. Судорог то нет и у меня. Отец освободил меня от чего-то и пришло исцеление. Аллилуйя! Слава нашему папочке! Татьяна, дорогие братья и сестры, хочу засвидетельствовать. Сегодня встала с дикой головной болью, померила давление, оказалась повышенным, выпила как обычно таблетку, эффекта никакого. Вспомнила, что у меня же есть молитва Андрея в записи. Включила молитву, легла и стала слушать. Прошли какие-то секунды и началось исцеление. Моей духовной практику, это впервые. Боль ушла, давление понизилось, процесс пошел. Аллилуйя! Слава Господу! Спасибо, Андрей, за эти молитвы в записи. Пусть сила Божья не заканчивается в вас, Олей, и всей группе служителей на Неве Божьей. Тамара от компьютера пошел запах горелой пластмассы, и я высвободила технических ангелов и запретила в нем гореть тому, что не должно гореть. Вскоре этот запах исчез. Елена, вот и я делюсь свидетельствой папиной славы. Я просто обязана быть на торжестве в Тюмени, но возможности нет, и по-человечески взяться неоткуда. Муж сидит дома уже месяц, я тоже не работаю. В пятницу 18.03.22 смотрела в записи утреннюю молитву пастора Андрея, где он высвобождал потоки финансов. Я приняла с верой и сразу меня накрыла густой славой. Еще не закончилась запись эфира, как раздался телефонный звонок, позвонила помощник финансово управляющего, который сопровождает мое банкнотное дело, и сказала, что у меня есть счет, на котором лежит около 8 тысяч рублей, но банк не дает им снимать эту сумму, потому что якобы у меня менялись паспортные данные. Я ответила, что такого счета не припомню, паспорт не меняла уже много лет. Сегодня сходило в банк и выяснилось, что счет мой был открыт аж в 2009 году на фамилию первого мужа и даже не могут посмотреть, о кого перечислены средства. Еще в банке сказали, что счет не заблокирован и я могу снять деньги. Предоставив свидетельство о браке, помощник финансово управляющего тоже дала добро на снятие наличных. Так что я завтра еду за билетами и уверена, что папа сверхъестественно явит и недостающую сумму. Аллилуйя! Благословение Божие в моей жизни не закончится никогда. Преломляю, умножаю, раздаю. Я счастлива, что являюсь частью семьи небесной цивилизации. Огромное спасибо отцу за пастора Андрея. Людмила, вчера вечером у меня был микроинсульт. Вся левая сторона и язык онемели. Пришлось вызвать скорую. Больницу не взяли. Больницы переполнены. Я всю ночь слушала молитвы Андрея. Утром зашла на молитву. Руки и нога были в онемении. Тут у Ольги было слово, что онемение рук прошло. Через несколько минут я стала чувствовать руки. Верю, что восстановление полностью в три дня. Благодарю всех Хадатаев, любимая семья. Самарский дар благодарю за ваши молитвы. Мы едины. Марина, дорогие друзья небесной цивилизации, когда началась утренняя молитва, я стала легко просыпаться и вставать на молитву. Раньше мне это было трудно делать, так как я сова. Потом долго приходилось, если рано вставало, раскачиваться, но с течением утренней молитвы все поменялось. Чувствую себя бодро и легко. Какое счастье, что я с вами. С приходом в небесную цивилизацию моя жизнь изменилась. Легко смотрю на обстоятельства, на все, что происходит вокруг. Часто говорю односельчанам, что все будет хорошо, особенно по поводу повышения цен. А они мне ответ, да у тебя все хорошо, и рукой машут. А, я в ответ, так это же хорошо. Людмила, у меня 10 лет гайморит, слизь из носа текла постоянно. Тяжело было дышать. Сегодня пастор молился за носоглотку. Сейчас нос дышит свободно, слизи нет, голова не болит. Аллилуйя! Антонина. Сегодня во время утреннего эфира с пастором я получила свое исцеление. До этого много раз высвобождалось исцеление для меня. И я принимала, но ничего не происходило. А сегодня у меня ушла боль и опухоль слева вверху в зубе, который врач сказал, что нужно удалять. Но я не согласилась, ведь я молюсь за все зубы, и они у меня нетленные. Также исцелились лимфоузлы. Опухоль сошла сразу и все дыхательные пути. Ушла слизь из горла, которая мешала мне много лет. Дышать теперь стало легко и свободно. Спасибо пастору Андрею за все молитвы, за все высвобожденные исцеления. Я все приняла для себя и тех, кто в этом нуждается. Верю, что это только начало, а дальше будет больше. Аллилуйя! Вся слава Отцу Нашему Небесному и это не закончится никогда. Людмила Во время утреннего зума произошло освобождение. Никогда не думала, что во мне злой дух. Я молилась на иных языках. Андрей молился за освобождение. Вдруг я стала говорить злым духом, чуть ли не матом. кисти рук скрючились, как будто я хочу корябаться. Ощущалась такая злость. Я чувствовала, что злой дух не хотел покидать мое тело. Андрей высвободил. Прими свое освобождение. Вырвался страшный рык, а потом глубокий выдох. Стало легко и свободно. Потом я засмеялась и чувствую себя теперь хорошо. На сердце радость. Спасибо, любимый отец, за свободу. Слава отцу. Аллилуйя. Антонина. Вчера вечером меня пригласили на домашнюю группу в нашей церкви. И дух меня побудил пойти. Я рассказала свидетельству Руслана о его восстановлении тела в три дня. О чудном освобождении и о проявленном нетлении. Как отец прославляется в сынах в самых трудных обстоятельствах. Что все это происходит благодаря учению нашего пастора Андрея в небесной цивилизации. Мы прославляли отца, я высвобождала помазание и молилась. Все переживали присутствие отца и наполнялись духом. Одна сестра заинтересовалась Андреем. Я ей ранее сбрасывала молитвы и проповеди, записи утренних эфиров. А сегодня утром она пришла ко мне на зум, и мы вместе молились с ходатаями и потом делали причастие. Я ей дала ссылку на небесную цивилизацию и курс созерцательной жизни. рассказывала о всех курсах и наших проектах. Она вся наполненная и вдохновленная пошла домой и теперь будет по утрам приходить ко мне на молитвы. Аллилуйя! Слава отцу! Сыны пробуждаются, сыны открываются. Спасибо наш дорогой пастор Андрей за все, что мы получаем через тебя. Аллилуйя! Аноним Хотим прославить с мужем отца. Я свидетельствовала раньше о чуде, что отец дал обеспечение на обустройство балкона под кабинет мужу и мне уголок для творчества и созерцания. Оказалось, что денег было недостаточно из-за известных всем событий. Я говорила с папочкой «Как же так? Опять мы в пролете и придется мечту задвинуть? Потом пришло дерзновение. Ведь я слышала ответ на мой вопрос и был ответ в виде подарка. Как так? Я решила, что папа обо всем позаботится. И о чудо! Пришла недостающая сумма из-за роста курса доллара. Как Андрей пророчествовал, что сыны в любое время процветают и еще сдали квартиру, которую не могли долго сдать. Мне непривычно, что деньги приходят просто так легко. Все нажито непосильным трудом. Так мы росли и меня так учили. Привыкли, что все зарабатывается трудом. «Слава отцу и спасибо Андрею и Ольге, что открыли в нас сына». Аноним «Аллилуйя! У меня в желудке тяжесть ушла и голова перестала тянуть. Спасибо, отец!» Наталья «У меня улучшился слух. Слава Господу!» Аноним «Вчера вечером уже в постели почувствовала резкую боль в левом тазобедренном суставе. Утром встала, проверяю, ничего не болит. Аллилуйя!» Ольга «У меня три дня сильно болел правый голеностоп. Больно было ходить. Сейчас по слову сразу боль ушла. Аллилуйя!» Валентина «У меня улучшился слух. Проверено! Слава Богу!» Ольга «Сильно болела рука после операции. Боль прошла». Ольга «Ушла боль в зубах с левой стороны». Татьяна «Сейчас встаю утром и знаю, я навеки здорова. Многие травмы не давали просто жить». Елена «У меня прошло онемение пальцев». Татьяна приняла слово знания от Оли, что уходит мастопатия. Несколько дней назад грудь перестала быть болезненной. Аноним «Не было чувствительности в стопах из-за повреждения крестца. Теперь стали поступать нервные импульсы в стопы. Чувствительность возвращается». Аноним «Ложилась спать с усиливающейся головной болью. Сейчас вращаю головой и все прекрасно». Елена «Была шишка размером с вишню в районе позвоночника. Сейчас с горошину. Аллилуйя!» Аноним «Не слышу сирен. Спокойно сплю». Татьяна «Последнее время собиралось много мокроты в бронхах и было тяжело дышать при движении. После вчерашнего эфира пошла на работу и чудо дышу легко. Мокроты нет в бронхолегочной системе». Аноним «Сейчас обнаружила, что нет жировика под глазом. Его нет! Полное исчезновение жировиков со всего тела». Ирина «Сегодня ночью упала и сильно стукнула с коленом. После слова о том, что оно скоро пройдет, прямо сейчас прошло моментально, сразу». Аноним «Проснулась, был заложен нос. Слава Богу, сейчас нос дышит. Слава отцу!» Аноним «У меня вышло что-то через рот с криком». Надежда «Благодарю Господа!» Исчез жировик в верхнем веке левого глаза». Аноним «Вчера вечером прикусила губу очень сильно, сейчас вспомнила, а ничего нет. Халлилуйя!» Ирина «Прошла боль в десне, очень давила. Слава отцу!» Аноним «Доброе утро!» Снизилось давление, ушла боль в грудине «Очень благодарю!» Галина «С хохотом вышел какой-то нечистый дух». Татьяна «Сегодня проснулась от боли в шейном отделе позвоночника и от этого голова разболелась. У меня часто так бывало, но сегодня я сказала «Нет, это не моя боль, свергаю из моего позвоночника, я здорова». Приложила руку к позвоночнику и сказала «Исцеляющая сила течет, помазание расторгает ярмо боли». И так пребывала в молитве некоторое время. Когда встала с постели, боли не было. Такая радость! Первый раз без таблеток. Аллилуйя! Все работает. У меня такое первый раз. И это не закончится никогда. Аминь! Спасибо, великолепный сын Божий Андрей и Олечка! Я счастлива! Светлана! На коже в области поясницы появилось очень неприятное образование и стало увеличиваться с каждым днем. Я взяла лист с дерева жизни и прилепила его как пластырь. и сказала буду ходить с этим листом пока не засохнет и не отвалится образование. Недели через две и следа от него не осталось. Аллилуйя! Спасибо, папочка! Спасибо, Андрей, за то, что научил нас созерцать. Дорогие небожители, делюсь свидетельством о служении ангелов. На днях созванивались с сестричкой во Христе, чтобы узнать, как дела. Мы в Киеве. Она рассказала, что к ним приехал вечером друг, который выехал из что он потерял паспорт и деньги. Говорит, что, наверное, я где-то выронил кулечек с документами и даже не понимал где. И вот сестра говорит, что он немного проспался и поехал опять в Ирпень, чтобы вывозить оставшихся соседей. И вдруг, несмотря на эту тяжелую ситуацию, ко мне пришло желание вернуть ему потерянное. И мы с сестрой высвободили ангелов найти паспорт и деньги. На следующий день ко мне пришло сомнение, что это вообще возможно. Я вновь в духе созерцала, что паспорт приходит в его руки и успокоилась. И какова была моя радость, когда через несколько дней мне сестра сказала, что и паспорт и деньги нашлись в тот же день. Но как? Этот мужчина общался с охранником, у которого была собака. Так вот, эта самая собака в своих зубах принесла документ охраннику, который узнал Юрия и отдал ему, когда тот вернулся вывозить оставшихся. А деньги нашлись в квартире, в которую он заскочил на минутку и сразу же увидел этот пакет. Все произошло в тот час, когда были высвобождены ангелы. Аллилуйя, слава отцу и огромная благодарность Андрею и Ольге, что приготовили нас к этому времени. Недели три назад, когда я была огорчена тем, что не могу физически помогать тем, кто оставался в Арпене, в Буче, в Ворзеле и других городах, где деток нужно было вывозить, а некоторым делать операции, Отец проговорил ко мне, чтобы я действовала в Духе, высвобождая ангелов, выводить людей, делать операции, самой возлагать руки на больных. И, слава Богу, ушла безысходность. И теперь с кем бы я ни молилась или сама, а я не бываю сама, я и Отец одно действуем в Духе со служебными духами. Преклоняюсь всем сердцем перед тобой, Отец, и восхищаюсь тобой. Вера, после утренних молитв Андрея пришло две тысячи гривен на карту от неизвестного человека. Принимаю, преломляю, раздаю помазание обеспечения. Рану, вчера во время молитвы в Зуме ходатайев с пастором Андреем Андрей сказал «Спроси у отца, кто ты для него, кто ты есть?» И я получила ответ, что я есть любовь, мудрость и строитель. Как только закончился Зум, через десять минут поступил телефонный звонок от соседки. Эту соседку я спасла вчера от самоубийства. Цитирую ее слова «Я хочу написать предсмертную записку и обвинить во всем своего парня и броситься с одиннадцатого этажа». Я с ней общалась в течение двух часов и по окончании разговора она сказала такие слова «Рано как вам удалось меня не только успокоить но и вселить в мое сердце столько любви к себе и радости на душе». Я столько посещала психологов платила им большие деньги но такого мира в душе не было никогда. Вы такие слова подбирали что каждое ваше слово попадало в точку. Я получала удовлетворение успокоение и соглашалась с этим полностью. Я поняла что я все еще была в потоке после зума и через меня говорил отец. Я послужила этой девочке ей 32 года. На следующий день она сообщила что у нее все нормально и настроение хорошее. второе свидетельство. В пятницу утром во время утренней молитвы в инстаграм я пошла на лечебную процедуру которая включает в себя три визита и за каждое из них оплата по отдельности. Я слушаю прямой эфир и одновременно принимаю процедуру. А потом мне говорят что мы объединим две последние процедуры в одну и оплату возьмем только за две процедуры. нескончаемый поток нескончаем отец ты такой отец спасибо пастырь Андрей и Олечка что имеете сердце отца столько любви транслируете и откровений люблю люблю вас бесконечно Халима слушала запись эфира вчера вечером болело горло получила полное исцеление благодарю отец спасибо Андрей Инга дорогие еще свидетельствуем вчера во время утренней молитвы пастырь молился за вещи я положила носовой платочек вечером у дочки поднялась температура 38.3 начались симптомы обычно в таких случаях я давала ей жаропонижающее но потом вспомнила про платочек и положила ей на голову она засмеялась но лежала с платочком температура через некоторое время полностью нормализовалась сегодня температура не поднималась слава отцу аллилуйя лилия хочу поделиться своим видением во время утренней молитвы сегодня когда молился Андрей я увидела свой большой двор где я живу у нас во дворе три 17-этажных дома это новый жилой массив и здесь живет много людей так вот я увидела как все эти люди были во дворе вокруг этих людей были ангелы видела себя и других сынов которые подняли руки и такая слава Божья любовь отца сходила на землю видимо что люди все упали на колени и пребывали в славе любви отца а я стою с поднятыми руками и у меня текли слезы радости что люди стали видеть отца и просто входили в него а вокруг война страх злоба а мы посреди всего пребывали в благодати я пережила такую сильную любовь которую невозможно найти на земле если честно не могу даже слов подобрать чтобы описать это чувствование и видение во время потока молитвы физически я сидела на кухне текли слезы и радость переполняла меня хочу добавить что множество людей которых я видела это люди неверующие спасибо большое Андрей и Оля слава отцу Елена дорогие Андрей и Олечка не хватит слов чтобы описать все ощущения от общения с вами какие чудесные эфиры как меняется жизнь чувствуешь себя на высоте все что раньше угнетало ушло здоровье поправляется желания сбываются и много еще всего очень любим вас какое счастье быть с вами Екатерина хочу засвидетельствовать как начала смотреть прямые эфиры Андрея и Оле начали происходить чудеса во время эфира кошелек лежал рядом и чуть позже я нашла там в потаенном кармашке деньги и родные начали благословлять деньгами слава господу радость переполняет людмила а я сегодня пошла в платную клинику на консультацию к врачу заранее записалась в конце приема она говорит ладно вы не будете платить всю сумму 1300 прием врача а половину я честно даже не расслышала и не поняла сначала в итоге заплатила 650 рублей папочка спасибо тебе за благоволение и это благословение это не закончится никогда мы все в потоке спасибо большое за эти потрясающие утренние молитвы драгоценный Андрей пастор и Олечка Екатерина у моего сына в зубике появился кариес и начал болеть зуб мы поехали в платную клинику нам все сделали бесплатно и еще сказали приезжайте в следующий раз мы ребенку еще один зуб сделаем какой же наш папа чудесный слава ему надежда пришла с работы хотела быстро постирать как машина закричала заскрипела помолилась призвала ангелов на помощь и чудным образом все работает вера драгоценный сегодня пошла в магазин был сильный гололед и я со всего маха упала на левый локоть сильная боль пронзила все тело но я возложила руку и сказала захожу за одну минуту до падения и говорю ничего не было кости целы боли нет и до самого магазина славила папу боль прошла и рука здорова аллилуйя спасибо папе юлия свидетельство о славе отца сегодня днем вышла на улицу погулять сыночка не планировала идти к моей тете даже развернулась чтобы пойти домой но потом что-то внутри побудило все-таки сходить пришла в гости к тете а там переполох дядя ездил в магазин и потерял свой телефон все бегают ищут думали он выронил где-то возле дома и тут я говорю а давайте помолимся я помолилась высвободила ангелов помощников чтобы они нашли телефон и того кто нашел и чтобы этот человек его вернул через минут пять заходит сестренка и говорит что смогла дозвониться на дядин телефон и дядя уже поехал его забирать телефон вернули слава тебе наш великий отец аллилуйя а еще после эфира он перестал пить обезболивающее дня без него не мог каждое утро а бывало и не по одному разу и после эфира когда пастырь Андрей говорил про позвоночник что он исцеляется и выпрямляется у него выпрямился позвоночник за годы из-за травмы был перекос слава отцу спасибо вам драгоценные пастыра Людмила прошла изжога только сейчас заметила что изжоги нет спасибо папа Юлия вчера зашли деньги и тоже на карту прилетело благословение Людмила не тление в действии указательные два пальца выпрямились были скручены пигментация возрастная на руках и лице полностью исчезла пупочная грыжа исчезла полностью беспокоила 30 лет Оксана у дочери был срыв запой начала принимать заместительное причастие на следующий день все вернулось в здравое русло дочь пришла в себя Елена вчера весь день напитывалась записями прямых эфиров а сегодня нет и следа признаков простуды проснулась в прекрасном настроении из песней на языке на земле как и на небе Аллилуйя Аноним мне сейчас сказала знакомая что лицо изменилось помолодела не виделись более года процесс омоложения идет Анна вчера с подругой в обед слушали утренний эфир и у нее стал дышать нос а то всегда был заложен ушла боль с шеи спасибо любимые Дина муж пришел пьяный покрыла его голову платочком на который возлагал руки Андрей муж проснулся и начал обсыпать меня комплиментами и любовью и целый день ходил тихим и спокойным Индира вчера принесли продукты откуда не ожидала и пришел заказ мужу заплатили больше чем нужно слава богу Наталья вчера привезли одежду сказали что господь дал на сердце именно ко мне поехать слава господу за обеспечение Аноним больно было глотать во время эфира и боль ушла Людмила во время молитвы и сейчас продолжаются приятные пощипывания по лицу Светлана после заместительного причастия дочь долго искала вторую работу нашла с хорошим графиком и хорошей зарплатой Аллилуйя слава отцу Аноним да мир пришел полный я тоже доходила до неврологов и психиатров сидела на депрессантах сейчас не пью таблеток не хожу по врачам только смеюсь и радуюсь Аноним заместительное причастие творит чудеса всего два раза помолилась за одного мусульманина и его жену они и не знали а при встрече сам заваливает меня вопросами о Христе и о сыновстве Раиса несколько лет беспокоил мочевой пузырь по ночам приходилось несколько раз вставать и днем такая же история после зума все просто супер спасибо Татьяна позавчера пришло сообщение с банка что оплата по гретиту прошла успешно хотя я ничего не оплачивала аноним болела голова второй день и сейчас приходит ясность в голове спасибо отец Наталья год болела спина между лопатками два дня назад Оля сказала что кисты из позвоночника уходят и рост на два сантиметра увеличивается я приняла слово Олечке для себя спасибо Людмила Веснушки на лице полностью исчезли не зря были пощипывания по лицу Лилия прошла головная боль слава отцу аноним боль из фалангов пальцев ушла слава папочке Ирина пару дней назад с вечера сильно болело горло и во время молитвы полностью боль с горла исчезла Ирина Мой сын ему 41 год и верующий он с 2003 года очень возмущался на меня что я в небесной цивилизации а вчера он был на мужском зуме позвонил мне из машины чтобы сын ему принес все для причастия а когда закончилась их встреча мы сели ужинать и первым делом Вова впервые сделал причастие дома и покаялся за то что возмущался против духа святого и был слеп а я молчу и слезы на глазах это после этих дней утренней молитвы и заместительного причастия а еще когда сын общался с братьями на зуме мои внуки говорили бабуля это невероятно это что папа с яковишиным и принимает с ним причастие Татьяна хочу засвидетельствовать отправляла в купальню девочку Аделину нервный тик глазами и ночное недержание все ушло спасибо папе и ходатаям благодарю Галина благодарю отца за новый день за день который ныне за день обновления и за день когда прошлое в прошлом новые цели новые задачи новые ощущения и впечатления все новое в этом чудесном дне спасибо дорогие наши пастыра Андрей и Олечка за слово в утренней молитве это было прямо в мое сердце в мою жизнь прихожу в себя после того как муж ушел к Господу и чувство одиночества и прошлое не отпускало но сегодня что-то произошло внутри и во время молитвы я увидела в созерцании как меч отсек невидимые веревки связывающие меня с прошлым и пришла легкость со слезами но это не были слезы скорби это были слезы облегчения и ожидания чего-то нового неизвестного но очень хорошего слава Богу благ Господь спасибо Ольга хочу воздать славу Отцу благодарить всю небесную цивилизацию Андрея Ольгу Эдуарда выходные и прошлые молился за сыновей отдельно за открытие глаз мощные откровения неперестающий поток в жизни нашей семьи сегодня наш сын слава которому 17 лет присоединился утром к причастию еще вчера был негативный настрой о наших уединениях и это не закончится никогда спасибо дорогие за участие в жизни каждого Ольга у меня свидетельство славы Отца у сына долгое время было непрощение к своему Отцу причины были объективные мы молились применяя открытие глаз и чудо произошло он увидел как это разрушает его жизнь и влияет на всю семью его он не только простил но и папа восстановил их отношениях у нас такой отец Татьяна несколько месяцев назад появилась боль и шум в голове врач невролог дала заключение шейный остеохондроз назначила пить таблетки трех видов полгода вчера то есть в субботу два раза переслушала утреннюю молитву боли и шума в голове больше нет слава папочке за исцеление и за вас Андрей и Оля что так легко и глубоко раскрываете любовь отца Людмила у меня свидетельство стала смотреть утренние молитвы пастора ушла изжога и недержания мочи слава отцу и благодарение Ольга я смотрела сегодня эфир и Андрей молился за женщину и он сказал дух атакующий ее тело и сознание я изгоняю тебя вон и буквально через несколько минут мое тело начало такие пируэты выписывать я в жизни не смогу это повторить и при этом я несколько раз резко выдыхала это было освобождение Хелен смотрела сегодня в записи утреннюю молитву голова перестала болеть давление нормализовалось спасибо отец аноним вчера неожиданно для меня мне подарили 500 евро финансовый поток течет в мою жизнь Людмила хочу засвидетельствовать что Бог сделал с моей жизнью 22 февраля 22 года я на третью годовщину свадьбы узнаю что мой муж изменяет мне с женщиной за которую Бог мне сказал молиться и за ее семью когда я проходила курсы у меня стал выбор что делать первое я не хотела оскорбить святого духа есть проповедь где пастырь говорит что непраздничная одежда унылый дух это оскорбление святого духа и второе Бог сказал мне молиться за эту семью а именно за эту женщину мне не хотелось абортировать молитву накануне случившегося я слушала проповедь про смех и радость что я сделала когда мне хотелось кричать и плакать от боли я приказала себе смеяться сперва это было осознанно но через какое-то время я вошла в такое торжество трое суток я танцевала и пела дух святой крестил меня смехом это непередаваемое ощущение спала по два часа в сутках остальное время танцевала и пела танцевать раньше долго не могла было две операции на сердце но Бог исцелил все я скакала как лань и продолжаю это делать на работе меня не узнают пытались со мной поговорить чтобы я поменьше радовалась но это больше меня я радость рожденная от радости эта женщина покаялась и дух святой с ней работает аллилуйя вся слава Богу муж какое-то время ходил очень нервный с чувством вины и не понимал почему я такая радостная и ни в чем не обвиняю дух святой посоветовал сказать ему что муж освящается молитвой жены что я и сделала сейчас у меня дома мир и радость в духе святом аллилуйя гульзира я хочу благодарить отца очень и очень от чистого сердца все эти годы я принимала это как в порядке вещей так как я избранная с детства сопровождает меня только изобилие во всем сегодня мне подарили золото 50 тысяч тенге косметику и нижнее белье целый пакет аллилуйя и этот поток обеспечения изобилия не закончится никогда благодарю отец благодарю Ольга два дня назад жарила пирожки и раскаленное масло попало на пальце особенно досталось среднему глубоко причем я сказала ожог тотчас проходит и мою нетленную кожу ничто не может поразить тотчас все заживает на второй день маленько чувствовала боль на третий день утром слушала эфир вспомнила про пальцы когда посмотрела ожога как будто и не было даже следа не осталось и никакой боли не тление рулит Елена недавно в эфире Андрей молился за исцеление и вот как только я положила руку на низ живота пастырь сказал что та женщина которая положила руку на низ живота получает исцеление по-женски а у меня на тот момент были женские дни раньше они были три недели и десять дней перерыв сейчас две недели и с меня как из крана бежит 10-12 дней перерыв и снова две недели и вот так 33 года мучений и как только пастырь сказал что женщина получает исцеление кровотечение резко остановилось слава богу спасибо папочке спасибо пастырю за служение исцеления принимаю так же освобождение от кисты и меломы дорогой друг если ты хочешь чтобы наше откровение и сила божия охватила весь континент и всю землю ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами первое поделись данным видео в своих граничных соцсетях второе поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео третье участвуй в этом своими финансами для этого ты можешь нажать кнопочку спонсировать под видео и заполнить анкету спонсора исходя из твоих финансовых возможностей и вы перечислить свои финансы по реквизитам указанным под видео мы благодарим тебя за твой план небесная цивилизация это семья и команда субтитры и субтитры